Ввод функций с параметрами с панели программируемого модуля LOGO. Программу управления можно ввести вручную с панели модуля или с помощью программного обеспечения LOGO SOFT COMFORT. Все элементы программы распределены по программным блокам. Ввод программы производится справа налево, начиная с элемента выхода, например Q1, Q2 или Merker и выбирая через блоки элементы программы. Принцип выбора новой функции это круговой поиск вверх или вниз. Первичный ввод элемента выхода начинается с кнопки New, нажать ОК и ввести элемент выхода, например Q1, который можно исправить на другой. Введем программу управления, содержащую параметры с передней панели модуля LOGO. Для этого остановим выполнение программы, нажав кнопку ESC, STOP, выберем подпункт программ, сотрем старую программу Clear Program и тогда произведем ввод программы. Пускай это будет на выходе обязательный элемент, пускай будет это Q1 и Q2. Первой функцией будет счетчик. Выберем счетчик из блока SF, и теперь начинаем искать. Для этого нажимаем кнопку ОК и тогда начинает мигать функция, мы можем листать. Листаем вниз или вверх, все равно все идет по кругу. Вот, пропустил. Это счетчик. Счетчик будет подсчитывать количество нажатий, скажем, на кнопку E1. Кнопкой E2 мы с вами должны стереть актуальное значение счетчика. Установим параметр, идем вправо, вниз в параметры, нажимаем ОК и выбираем функцию ON. Ну, пускай это будет на четвертое нажатие. Должна загореться лампочка. Ну, скажем, на пятое, на шестое нажатие лампочка погаснет. Параметр OFF. Начальная отчета с нуля, ESC, ESC. Введем новый элемент, нажмем ОК. Пускай это будет вторая лампочка. И введем новую функцию, например, таймер из блока специальных функций. Итак, таймер. Попробуем вверх идти. Да, этот таймер ТОН. Пускай будет запускаться кнопкой E3. Установим параметр, когда загорится лампочка через, скажем, через 5 секунд. Загорится лампочка. А погаснет она, когда пропадет входной сигнал. То есть, отожмем кнопку E3. Итак, программа введена. Теперь можно проверить ее работу. ESC, ESC, ESC. Сохранить программу. Выберем пункт YES. Нажмем ESC и выберем старт программы. Итак, программа готова. Теперь нужно ее протестировать. Посмотреть параметры можно и изменить их можно через пункт программ. Выберем SET параметр. Выбираем наши параметры. У нас два блока, которые содержат параметры. Первый блок содержит счетчик. Итак, на включение было 4 включается и 6 выключается. Еще раз проведем эксперимент. Актуальное значение 0. При нажатии на кнопку актуальное значение счетчика изменяется на единицу. 2, 3, 4. Загорелась лампочка выхода. 5, 6. На шестое нажатие лампочка погасла. 7, 8. И так дальше будет повышаться актуальное значение до тех пор, пока мы не сбросим актуальное значение кнопкой E2. Сбросили актуальное значение счетчика. Посмотрим, как работает таймер. Выбираем блок 2, содержащий таймер. Итак, у нас задержка 5 секунд. При нажатии на кнопку E3 начинается отсчет времени. Таймер Tone. И через 5 секунд включится лампа Q2, которая выключится при отжатии кнопки E3. Принцип работы таймера Tone. Если мы хотим изменить задержку времени, мы можем сделать это здесь же. Нажав кнопку ОК, мы можем изменить, скажем, на любое нами выбранное время. Здесь десятые секунды, скажем, 0,30. 7,5 секунды, ОК, выбрали. Итак, нажмем кнопку E3. И так, через 7,5 секунды включится лампа. Вот она включилась. И при отжатии кнопки лампа погаснет, актуальное значение сбросится. То же самое касается и счетчика. Можно изменить параметры, скажем, параметр включения, изменить при двух импульсах на входе, он будет включаться, выход. Итак, 1, 2, включилась лампа Q1, и при значении 6 лампа погаснет. Да, лампа погасла. И так дальше будет нарастать, пока мы не нажмем кнопку E2, сбросится актуальное значение. Спасибо за внимание.